Всем большой привет! Я Татьяна Бугрей, добро пожаловать на мой канал! И сегодня самое необычное видео для меня, потому что я озвучиваю то, как мне делают педикюр. Мои ножки тут еще трошничок, и я давно мечтаю о педикюре не в позе зю. Поэтому я подумала, почему бы и нет, нашла мастера, который смог приехать ко мне в студию и сделать эту процедуру на камеру, а Стас у нас в роли оператора. Поэтому если нет фокуса, то все тапки в него кидать. Но думаю, что этого не произойдет, потому что он ответственный, а еще он же и монтажер. Поэтому все косяки он вырежет. Надеюсь, я заставила вас улыбнуться, а мы начинаем. Итак, первое, что я о себе узнала, это аппаратный педикюр. Для меня испытание, потому что было очень щекотно, прям очень-очень. Приходилось себя контролировать, чтобы не дернуться. Это, к слову, не поверите. Мой первый аппаратный педикюр от мастера, а не сама себе. Ощущения, я вам скажу, совершенно кардинально разные. С пяткой у меня все ок, а вот мозоли на костяшках выглядят довольно ужасно. Я это признаю. Первоначальная причина – это неправильное положение стопы при ходьбе и высокий свод стопы. Я обращалась к ортопеду не так давно, и у меня есть специальные стельки жесткие, которые поддерживают мою стопу в правильном положении. И также назначена гимнастика для стоп, которую я, конечно же, не делаю и ругаю себя за это. Потому что последствия печальные – это, как вы заметили, рост косточки около мизинца. Да-да, это именно от неправильного положения стопы. Эта косточка ноет после длительной ходьбы, и удобной обуви практически нет для меня. С этим приходится просто жить. И ортопед мне сказал, что есть еще вариант операции, но это я точно сразу отмела. Не настолько все критично. А вторая причина такого вида этих мозолей – то, что я в подростковом возрасте просто взяла и ножницами срезала огромный кусок кожи в этих местах. Это была уплотненная кожа, себя я не поранила, но уплотнения стали гораздо жестче и изменили цвет. Вот такая вот небольшая моя история. Этого вы точно, думаю, обо мне не знали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и далее. Наконец-то я на себе почувствовала эффект от аппаратного педикюра дисками. Когда супер мягким абразивом 320 грит кожа полируется, и она действительно идеально гладкая очень-очень долго после выполнения педикюра. Эффект полировки по маслу делает и вид кожи блестящим. И дальше Аня переходит к пальчикам. Да, кстати, я вас не представила, нужно было это сделать в начале видео. Аня работает мастером маникюра и педикюра уже 4 года. Дисками мы поработали абразивностью 180 грит, 240 и 320 грит. Мои ногти на ногах, хотя и на руках тоже такое часто бывает, трескаются на больших пальцах, когда они без покрытия. Дело в том, что моя природная форма ногтевого ложа, она овальная. Но уже очень долго я подпиливаю ногти в форме квадрат. Тем не менее, точки в роста не сдвинешь. И именно оттуда идет трещина. Видимо, случаются нагрузки на пальцы при ходьбе, которые я в целом не замечаю, а поэтому и не могу контролировать. Субтитры делал DimaTorzok Опилив поверхность ногти сверху, Аня обрабатывает птериги фрезой капли. Собственно, материал и инструменты все мои. Я показала, что у меня есть, и на этом мы сделали выбор. Я использую фрезу капля только в случаях с большим количеством сухого эпителия. Я бы не сказала, что сейчас именно тот случай. В своей же работе я стараюсь минимизировать количество лишнего инструмента, потому что это затягивает процесс. Фрезой пламя можно было бы приступить к работе сразу, исключая первую фрезу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У меня на самом деле и с ножничками коллапс произошел. Весь набор инструментов я забыла на ночь в Дезрастворе, и большая часть из них они просто испортились. Вот такая вот печалька. Надеюсь, я в ближайшее время восстановлю инструмент. Либо же придется его полностью заменить. Ну а у нас далее покрытие. Вы будете удивлены, но я попросила не ремонтировать мне трещину, потому что это сделает ноготь мне еще шире. А если вы не замечали, то у всех правая рука и правая нога шире и больше, чем левая. Это выдает и ногтевая пластина. Так что мой загон в том, чтобы не делать этот ноготь визуально еще шире. Он и так широкий. Вообще, я была бы вредным клиентом, мне кажется. И я подумала о том, что вот этому серам повезло, что я сама себе маникюр выполняю. Кто так же про себя сейчас подумал? Итак, если покрытие делаю себе не я, то, пожалуй, пусть это будет красный гель-лак. Я так скучала за покрытием, но это будет не просто красный гель-лак, это будет крем-лак. Многие уже скинули мне презентацию твердых лаков в палетке с Алиэкспресса. Так вот, тадам, это то же самое. У компании Runeil появился этот материал. В чем его разница с гель-краской? В том, что гель-краска потрескается на гибкой основе, то есть на гель-лаке, а крем-лак нет. И к тому же он никуда не утечет при покрытии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok